Марк, вы тоже Меркель обвиняете в том, что Германии нет субъектности? Вообще согласны ли вы с этим утверждением? И да, и нет, в смысле, что Меркель является типичной представительницей своей эпохи. Не стоит забывать все-таки, что она была у власти почти 20 лет на самой ведущей роли, ну и плюс еще несколько лет до этого она была министром и так далее. Ну, в общем, она абсолютно системная в этом смысле. Только какой системы? Раньше там другая система была. Да, нет, но мы все знаем, что она бывшая комсомолка в ГДР. Причем вот она последние годы, она всегда говорит, что она пострадала от коммунизма, от коммунистов как таковых и так далее. Я хочу напомнить, что ее отец был, по-моему, протестантским или еще что-то в этом роде пастором. И по тогдашним меркам ГДР, в общем-то, они жили вполне себе. У них было два автомобиля, они постоянно ездили на запад, никто их никогда не останавливал. То есть, на самом деле, жила себе очень даже комфортно. Это уже в те годы, да? Повторяю, студенческие годы. Но далее, поскольку я считаю, что на таком уровне, будь то Германия, будь то Италия, будь то Россия, будь то Франция, в любой стране, знаете, простым языком говоря, дураков нет. Есть люди, в общем-то, не умные, но хитрые. Вот это есть. Вот я считаю, что Меркель как раз относится к этой категории людей. То есть, чтобы продержаться у власти 20 лет, надо было отдать политическую субъектность. Нельзя быть. А она ведь была любимицей Коля. Потом она его же как-то, ну, в кавычках, убрала. Потому что я помню, что последние заявления Коля по поводу Меркеля были большого разочарования. Не вспомнить заявление Коля о Михаиле Сергеевича Горбачеве. Там тоже все не так. Но вы заметили вот в этом репортаже, в этой кинохронике исторической, которую мы сейчас видели, вот где Ельцин, ну, я уж не говорю, когда он там дирижирует и так далее, что, ну, просто стыдно, честно говоря, смотреть. Когда ему подсказали фамилию Коля. Вот, вот я тоже заметил абсолютно то же самое. Сложно не заметить. Это Гельмута. Ну, как такое может быть? То есть, на любом, даже вот на бытовом уровне, то есть, ну, мы все эти фамилии знали тогда, знаем, тем более сейчас. Ну, как такое может быть? Я понимаю, американцы, это особая статья в этом смысле, потому что, ну, Трамп спутал Словению со Словакией на полном серьезе. Нет, Буш как раз спутал совсем другое. Он спутал, это еще хуже, Австрию с Австралией, чем вызвал большую обиду со стороны австралийцев. Потому что, ну, они же прямо у них под боком, но самое главное, как бы, сторонники и так далее. И у Трампа с Меркель тоже не заладились. Ну, да, нет, это понятно. Но я имею в виду, что вот, ну, американцы никогда не слыли большими знатоками географии за их пределами. Но, чтобы Ельцин даже не помнил, как зовут того человека, который, в общем-то, стоял у истоков объединения ФРГ и ГДР. Ну, в общем, мне кажется, что это действительно в тот момент это бросало большую тень на Россию, к сожалению. А по поводу Германии, ну, вот давайте еще поговорим. Я просто не хочу слишком много времени сейчас занимать. У меня есть еще несколько идей. По поводу санкций хочу сказать, что санкции, естественно, их всегда инициируют Соединенные Штаты. И Европа от этого только теряет. Я хочу напомнить, что за последние 8 лет, насколько я помню, Евросоюз от этих санкций сам же потерял 40% своего торгового оборота с Россией. А Соединенные Штаты, которые, в общем-то, все это инициировали, наоборот, повысили на 25% свой торговый оборот с Россией. Ну, как говорится, господа, думайте... Деньги, бизнес, деньги, как говорится, ничего про денег. Да, нет, ну как бы, ну санкции-то американские, то есть они инициируют. Что ж так получается? То есть с математикой не поспоришь. Но тоже глупо говорить, что немцы плохо разбираются в математике. Немцы очень хорошо умеют считать деньги. Нет, но они зависят от Соединенных Штатов пока что. Но ведь у нас же тут было написано, то есть наша сегодняшняя повестка дня, какова, как бы, удастся ли России и Германии договориться. Мой личный ответ на этот вопрос, это зависит от Соединенных Штатов. Потому что, как было уже сказано, да, вот кто мешает договориться Россия и Германия? Мешают Соединенные Штаты, которые, как всегда, вмешиваются в дела, которых, в принципе, их вообще не должны касаться. У меня к Германии два вопроса. Первый, вот мы говорили, да, Северный поток-2, он готов. Так вот не надо всякие ля-ля, как говорится. Будет он работать, да или нет? И если да, то когда? И если нет, то почему? Это первый вопрос. И второй вопрос. Поскольку Германия это ведущая страна Евросоюза, какова позиция не только Германии, но и Евросоюза? То есть, насколько у них действительно есть возможность и способность принимать определенные решения и делать определенные заявления, либо посредством Брусселя, это лишь рупор со стороны Соединенных Штатов? Опять-таки, прямой вопрос к Федеральной Республике Германия. Вопрос пока риторически. Естественно. Хорошо. Вопрос в том, вот предложение Соединенных Штатов за последние годы, да, в обозривом прошлом, они вредят Германии и, соответственно, Евросоюзу, или вредят Евросоюзу и, соответственно, Германии? Да или нет? Является ли это упрощением? Нет, мне так не кажется. То есть, мне кажется, все предельно ясно. И как-то усложнять вопросы, это не приносит пользы. Нам на самом деле надо быть как раз предельно элементарными в этом смысле, чтобы нас понимали, когда мы предъявляем какие-то претензии, либо, наоборот, выражаем свое согласие по той или иной теме. Вот мое личное мнение. Но, с другой стороны, это же всегда чаша, на которой это все взвешивается, ну и, соответственно, каким-то образом балансирует. И каким будет перевес, и вообще будет ли перевес? А вот тут все зависит как раз от ума. Помните, я говорил до этого, что, увы, ну, вернее, я этого даже не сказал, что за последние десятилетия вообще политики всей Европы и Соединенных Штатов, скажем так, вообще всего Запада измельчали. Когда я упоминал тот факт, что, и, кстати, Максим тоже об этом говорил, что, в конце концов... Франсуа Миттеран, да, Дегон. Да, Миттеран это одно, а Холланд, там, тот же самый Саркози, и, в конце концов, ну, а уж тем более Макрон, ну, в общем, это уже совсем другой уровень. Ну, я Дегона сейчас начну вспоминать. Да, да, вот, ну, и то же самое. Холл это одно, Меркель считалось вообще никто, но на самом деле оказалось, что все-таки... А дальше вот, вот теперь... А дальше вот, вот теперь... Рейбена и Буша-старшего. Ну, вот, вот я говорю, измельчали. Так вот, соответственно, я еще раз повторяю, вопрос все к тем же. То есть вот к Байдену, которого я считаю точно... Да, вот именно, ну, к Джейн Псаке, ну, она не принимает решений. Но я полностью согласен, что уровень, конечно, ниже Плинтуса. Не, я наоборот хотел отметить высокий уровень. Ну, в бога ради, это... Я с этим не согласен, но я принимаю никаких проблем. Но, в общем, вот все, вот, заметьте просто, что у всех какой-то такой уровень пошел, когда люди, вот как я говорил, они не умные, но хитрые. Да, но сейчас в последнее время становится действительно уже... Ну, как-то переходят... Переходят какую-то такую границу, грань, через которую переходить нельзя, потому что обратно ходу не будет. То есть это уже такой принципиальный момент. Когда Соединенные Штаты вредят конкретно Европе и Германии, это... Ну, то есть это налицо уже факт. Это не упрощение. Началось это, конечно, с объединением, которое называют объединением, да, ФРГ, на самом деле просто поглощением ГДР. В 99-й год была определенная линия, конечно, которая развела Германию. Знаете, я в 89-м году, между прочим. В 99-м году, которая развела, то есть первая трещина... В 89-м году, буквально за три месяца до падения Берлинской стены, я был в Берлине. Так настало время лирических историй, да? Ну, нет, ну вот именно. Это было бы слишком долго. Но, в общем, я вам могу сказать просто, то есть мое тогдашнее впечатление, которое впоследствии я просто пересмотрел, потому что у меня было такое ощущение, что вот будь я каким-нибудь там немецким 20-летним парнем, мне тогда было 27 лет, ну, вот как бы я среагировал? То есть, может быть, я даже был каким-нибудь там леваком, допустим, да? Но когда постоянно чувствуешь, что у тебя там американцы, советские, там и так далее, после чего вот я съездил, вы знаете, то есть первое впечатление от западного Берлина, там постоянно разъезжали все эти военные Соединенных Штатов в камуфляжах, на своих джипах, там и так далее, но это было просто бесконечное, как бы, да? Дальше, как известно, тогда можно было на метро, да, проехать границу, и вот я приехал, наконец-таки, в Восточный Берлин. Пару раз я слышал каких-то русских девушек, которые между собой говорили по-русски, у меня было такое впечатление, что то ли это были сотрудницы посольства, то ли они, там, не знаю, в доме книги работали, в общем, что-то в этом роде. И один раз видел УАЗик с советскими номерами. Все. А все остальное, то есть, вот я остановился там в какой-то пивнушке на открытом воздухе, благо это был август, да, слышал какую-то, там, классическую музыку на улице, наливают пиво, значит, какие-то, значит, столики такие из соломы, там, ну, то есть, какой-то другой мир. И через три месяца всего этого не стало. Вот я не знаю, вот мы же говорили, как сейчас бывшие ГДРовцы ко всему этому относятся, да. Я считаю, что Татьяна Николаевна права, тем более, что она тоже была свидетельницей этих фактов, да. То есть, почему сейчас люди, как бы, сожалеют о тех временах? Да потому что они лучше жили, только и всего. Это вполне элементарно. Это упрощение. Марк.